Вот я хочу показать, как заброшенная усадьба приводится в порядок. Вот стояла телега, хорошая телега, нормальная. Хозяин уехал, она заросла вся, и вот теперь что из нее получилось? Вот она. Ах, Тащанка-Ростовщанка. Все рассыпалось, колесо упало, вверх сгнил, оглобля переломилась. Никто ничего не делал, не трогал. Вот оно колесо. Вот так человек клеит и уходит. Вот оно дальше, колесо видать, как, видишь, разваливается. Стоит на одном месте, ничего не делает. А еще бы она ездила и ездила в десяток больше лет. Потому что она была сухая, обихоженная, колеса мазались, не рассыхалась. Здесь оно все гнило, разваливалось. Сейчас посмотрел, как умно все сделано. И вот сейчас убирают крапиву. Это место вот мы загородили, отмостка сделана. Вот вокруг дома на 80 сантиметров. Один к трем. Цемент. Вот у него даже видать где лежит. Марка какая. Масса килограммов 50. Сейчас, видимо, размеры-то другие. Вот тут курицы. Никита рвет траву. Траву рвать, откидывать. Потом отдельное место. Примерно 3 на 3, 3 на 4, как куб складывается. Все время туда кладем траву. Потом потопщица много уходит. А вокруг-то трава какая. Вот она крапива. Столб стоит. И крапива. Вон там Володя возится. Его не видать даже. Крапива раза в полтора выше роста человеческого. Это мы уже тут порубили, убрали. Вот хотим телегу сейчас перед домом убрать. И грабли. Все заросло. Но грабли все железные. Но тоже колеса свело что-то. Ну, то есть, ржавеет и падает. Там он еще 2-3 телеги у него. Вот они. Он вырывает. И в траве появляются червячки. Ну, пожалуйста, 6 курочек рядом. Вплотную. Прямо. И помогает еще. Роет он седьмая сзади. Там дальше Володя. Я до этого взял топорик небольшой. Прошел. И много порубил репья. А их не возьмешь. Дудки. Огромные дудки. Толщиной так щепоть. Ну, сантиметра 2 основания. Вон сколько репей. Везде навален. Это я прошел. Дальше Володя вот тут прокашивал. Ну, дальше-то что? Уже в следующий раз не прокосишь. Вот он сейчас освобождает место. Потом еще раз посмотрите, как. Я говорю, сделать так, чтобы угол был напротив пасынка железобетонного. А дальше сам вот так вот ширину. Хотя полметра проход был. Мы не знаем, что. Может вытаскивать будут когда-то. Не трогать. А вот так делает и на даче. Мы сейчас и знали этот способ. О, как раз полметра отступить. Вот это вот не завалить. Чтобы бетон остался там. Какой-то бетон у Павла был. Вот там проволока вон эти. Да, изоляторы там пусть лежат. Подвинь их ближе к столбу. Вот так там. Дальше. Когда вот уложишь ее. Если сделать это где-то, не знает, куда мусор вывозить травяной. Вот таким кубом вложить. Ну, там у нас там больше места. Вот где-то с крапивой. Ой-ой-ой. И так утоптал ее опять. Она гниет. Говорит, мульчи. Ничего не надо делать. А сверху и после лунки сделать. Можно подсолить целлофан. Умять. Земли насыпать. Это матушка агроном посоветовала. И ранее весной не вниз копают парники. А наоборот вверх. Более теплый воздух здесь. И оно снизу подогревает все. Преет, горит. Это в самом деле. Вот она, курица. Самая такая ручная. Глянь. Подожди, Володя. Задавил ее там. Вот она. Рви. Решил показать, как это. Сегодня подумал, это можно делать на даче. Эти квадраты остаются. И кроме того, ты много-много туда сорняков, травы на можешь ложить. Ну, там, допустим, 2 на 2 метра. Если маленький участок. Вот мы делаем 3 на 4 метра. Даже широкий большой куб. Только надо, чтобы не на пирамиду сводилось, и самый грубый туда лебеда идет, конопля. Что там растет такое. Вот все это вырывать и начинать укладывать. Репей по краям. Он хорошо, как конструкция. Ну, как воск, когда накладывают. Чтобы он у тебя не был пирамидальный, а ровно кверху шел. Нужно углы сначала большими навильниками ложить. Потом по краям посредине. А потом в самой середине. Большим хвостом. И задавливается. И оно не выпадывает. А люди обычно как кидают, кидают. Ну, немножко там. Пол метра поднял, уже некуда. Ну, как копна. Ну, копны как. От дождя лежит спрятаться. Она вот, копна стоит. Видишь, как сделать. А если ее в виде воза заложить, то она высокая будет. Так раньше делали зароды снега. Зароды этого сена, говорю, снега. О, далеко кто-то едет. Похоже на батюшку. Я там перекрыл дорогу-то, потому что портят ее в дождь. Вот так. Видишь, как вот. Потащил лопату, братья. Теперь здесь вырезает. Где-то вырывает. Это нигде-нигде никто никогда не учет. Вот. Заброшена усадьба была. Мы сейчас еще тут. Думаем, что через неделю мы окончательно очистим. А через две недели у нас, ну, 16-го престольный праздник. Ждем местного архиерея, митрополита Сергия. Он любит расспрашивать, как дело идет. Видишь, курочка ни на шаг не находит. У Володи две. Там у него у Никиты семь. Вот они идут. Вот теперь можно сразу укладывать. Вот сюда, вот угол. Вот я где стою. На метр отступить. Поближе. Ну-ка, курочки, выходите. Все. Все. А теперь вот так туда и начинай. Тот угол здесь. Расширяю метр на три. Туда. Ну и туда метра на три. На четыре. Потому что травы очень много. Ну, так оно и будет. Не пройдешь, арифей. Ужасно. Везде всепляется. Волосы. Он выше сколько. Репей. Какой высоты. Курицы буквально атакуют Никита. Вот он движется, а они туда. Вот сейчас ты выберешь этот участок до конца. И начни туда Никита к этому, к Володе, стаскивать. Вот как сбоку выглядит палисад. Вот можно что-то посадить. С этой стороны ты не посадишь, а. Стоим можно. Ну, потому что скотина бредет. Никакая скотина уже по отмостке ходить не будет. Все. Закрыли. А тут все на одной глине надо. Я уложил, когда ничего не было. С цементом. И штукатурить. Работает непочатый край. А я все поглядываю наверх. В палке вот эта моя голубятня была. Голуби были. Каких пород только не было. Интересно. Правда или нет, я считал, что у ИГИЛ там запрещено разводить голубей. Почему, не знаю. Я знаю только у нас статья. Большая была. Наташа Сохарева в губернской газете написала. У злого человека голуби не водятся. Не то, что нельзя. Они водятся. Они у него все сдохнут. Или он гонять их будет. У злого человека голуби не водятся. Огромный заголовок такой. Вот тут и думай. Водятся все. Свиней держат, коров. А голубей нет. Не потому, что там ему убыток какой-то. А просто они не водятся. Вначале какая-то болезнь. Все пропало. Спасибо. Спасибо.